Всем привет, с вами я Аня. Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Сегодня я в видео подвожу косметические итоги 2020 года. 2020 год вот-вот закончится и многие из нас с облегчением вздохнут и скажут про себя, ну наконец-то. Я не буду исключением, мне этот год тоже очень тяжело дался. Надеюсь, что 2021 всем нам принесет все то, чего нас лишил 2020. Но возвращаясь к теме ролика, мне бы хотелось сегодня поговорить и выделить самые-самые лучшие косметические продукты, которые поразили меня в 2020 году. Это те продукты, которые появились у меня на косметическом столике в этом уходящем 2020 году и которыми я хочу постоянно пользоваться, несмотря на то, что у меня очень много продуктов всегда на тестировании, также у меня есть моя косметичка месяца, но это те продукты, к которым, несмотря ни на что, моя рука всегда тянулась. И начну я с праймера. И в этом году первое место занимает мой праймер от Catrice Tensational. Кстати, этот праймер не был выпущен в 2020 году. Мне кажется, это была новинка осени 2019 года, но появился он у меня буквально недавно этой осенью. И я вам скажу, я не могу остановиться им пользоваться. Настолько он мне нравится. Производитель гордо назвал свой праймер, праймер мечта, 10 в одном. Я даже сейчас буду зачитывать все эти 10 пунктов, потому что я так сразу и не запомню их. Первое. Подготавливает кожу. Второе. Увлажняет. Третье. Борется с морщинками. Четвертое. Придает коже натуральное сияние. Пятое. Защищают кожу от влияния окружающей среды. Шестое. Является антиоксидантом. Седьмое. Уменьшает поры. Восьмое. Выравнивает цвет кожи. Девятое. Заблюривает недостатки. И десятое. Защищает от солнца. В нем есть SPF-фактор 15. Серьезное заявление, не правда ли? Но на самом деле я прощаю Катрису, этот наглый, просто наглый маркетинговый ход, потому что я действительно очень полюбила этот праймер. Натуральное сияние кожи? Да. Настолько оно деликатное, что даже я со своим типом кожи, жирная кожа, очень люблю этот праймер, несмотря на то, что моя кожа сама начинает сиять через 2-3 часа. Но этот праймер придает настолько какое-то сияние изнутри, что я не устаю им просто пользоваться. Увлажняет? Да. Выравнивает тон кожи? Да. На нем отлично сидят как матовые, так и увлажняющие тональные основы. Но вот есть один момент, я не уверена, что он подойдет девушкам с розовым подтоном кожи, потому что он такой достаточно желтоватый, как мне кажется, на моей желтой коже. Это свечение тоже какое-то золотистое. Не знаю, как это будет смотреться на девчонках, у которых подтон кожи розовый. Это просто нужно попробовать, как будет сидеть он на вас. Но для меня желтый подтон это не проблема. Рекомендую ли я этот праймер? Праймер однозначно, да, цена и качество, ну, очень порадовали. И я уже, я уже, как великий плюшкин, уже прикупила себе один точно такой же, но новенький. Потому что этот уже такой легкий, мне кажется, осталось там не очень много. Я надеюсь, вам не слышны вот эти вот крики. Мои соседи, веселятся гости у них. О боги, пожалуйста, чтобы этого не было слышно. Я целый день пытаюсь записать это видео. Далее по списку у меня идут тональные основы и фавориты этого года. Это увлажняющая основа True Skin Hydrating Foundation с гиалуроновой кислотой от Catrice Cosmetics. Это новинка этой осени. Я распробовала эту тональную основу и не могу просто I can't get enough of it, как говорят американцы, англичане. Я просто не могу без нее жить теперь. Появились они у меня совсем недавно, но я уже здесь, я не знаю, будет видно или нет. Я их смешиваю в равных пропорциях сейчас осенью, зимой. И вот уже я здесь практически где-то одну восьмую я точно уже использовала из каждого тюбика. Но долго на этом креме я останавливаться не буду, потому что я очень подробно о нем рассказала в своем видео о новинках Catrice зима-осень 2020-2021. Ссылочка на него сейчас появится вот здесь. Это первая увлажняющая тональная основа, которая мне вот настолько понравилась. Я с удовольствием пользовалась этим кремом, когда тестировала его. И сейчас, несмотря на то, что я отложила в косметичку месяца другие тональные крема, моя рука тянется постоянно к этой. Для дневных макияжей, зимой, для моей жирной кожи это просто идеальное сочетание. Кстати, насчет сочетаний, вот эти два товарища очень хорошо между собой дружат. Они очень хорошо между собой работают. Я постоянно пользуюсь и вот этим праймером, и вот этими тональными основами. Конечно же, ни одно видео о фаворитах не обойдется без моей любимой рисовой пудры от Paese. Рассыпчатая пудра от Paese. Здесь у меня, если видно, совсем осталось ее немножечко. Девочки, это пудра номер один для жирной кожи. Она идеально блюрит поры. Она идеально матирует. Она действительно продлевает жизнь моего макияжа, предотвращая появление жирного блеска на моей коже. Ее абсолютно не ощущаешь на коже. Ее абсолютно не видно, несмотря на то, что она вот такая вот белая. Обожаю, пользовалась и буду пользоваться. Постоянно теперь это моя покупка. Очень надеюсь, что Paese не снимут ее с производства, потому что я тогда не знаю. Это самое лучшее, что есть в моей коллекции из всех моих рассыпчатых пудр. Тоже как самый настоящий великий Плюшкин. Прикупила себе еще одну такую вторую. Очень переживаю. Ну пусть, пусть, пусть Paese продолжает ее производить и дальше. А если у вас жирная кожа и вы в поисках хорошей рассыпчатой пудры, попробуйте. Это вот та рекомендация, за которую мне не будет стыдно. И я уверена, что пудра эта понравится девчонкам, у кого тип кожи жирной, как у меня. Открытием этого года стал для меня корейский скульптор от Misha Cotton Contour. Такой вот маленький малыш. Я его покупала в нашем офлайн-магазине корейской косметики, который находится у нас в городе. В онлайн я не искала. Я уверена, что наверняка он есть в онлайн-магазинах, так как косметика Misha распространена во всем мире. В нашем магазине есть два оттенка. Светлый и вот это, по-моему, медиум. Потому что я темными не пользуюсь, и этот медиум мне очень подходит. И похоже, что для моей кожи с желтым подтоном это идеальный цвет контурирующей пудры. По текстуре шелковый, хорошо тушуется. Его можно наслаивать, но пигментация у него не мега-мега сильная. Пятен вы им не наставите. Если вам где-то в онлайн или в офлайн-магазинах попадется, попробуйте. Мне кажется, что вы не будете разочарованы этим скульптором. Далее еще идет одна моя пудра номер один. И неудивительно, она тоже от Poese. Это пудра для припудривания консилера под глазами Puff Cloud Under Eye Powder. Мне 39 лет. Да, такое вступление. Мне 39 лет. У меня уже куча мимических морщинок возле глаз. У меня уже явно выраженные гусиные лапки. Я перепробовала очень много разных пудр, мельчайшего помола для закрепления консилера под глазами. У меня есть американская RCMA, у меня есть Лора Мерсье. Ничто, ничто не стояло даже рядом с этой пудрой. Настолько она невесомая, настолько после нее под глазами бархатный финиш, настолько ее не заметно. Пудра эта ложится тончайшей вуалькой, кожа бархатная. Консилер не западает в мимические морщинки. Она не утяжеляет кожу. У вас под глазами не образовывается пустыня Сахара. Она работает абсолютно со всеми консилерами. И за свою цену это просто невероятная пудра-находка. Я ее наношу в обычной вот такой вот кисточкой от Zarae. Мне, кстати, понравилось наносить именно эта кисточка, потому что здесь очень-очень мягкий и тонкий синтетический ворс. И это просто такое ощущение, что вы гладите облачком свои щечки. Не кисточкой, а облачком. И вот такое же ощущение после этой пудры. Невесомая, бархатистая. В общем, супер. Рекомендую, рекомендую. Не перестану рекомендовать. Мне кажется, я сегодня очень эмоциональная какая-то. Прям рекомендую 100%. Очень давно мне хотелось попробовать этот бронзер от Maybelline. Сити бронзер. У меня в оттенке 200. Все американские бьюти-блогеры просто воспевают хвалебные оды ему. Не могу не согласиться. Отличный бронзер. Он вообще сам по себе матовый. Но если очень прям очень-очень внимательно приглядываться, есть малюсенькие-малюсенькие золотистые частички. Но даже они в шайбочке в самой не видны, а на коже они не видны абсолютно. То есть после нанесения этого бронзера вы не будете сиять, как бронзовая статуя. Кстати, он очень-очень-очень приятно пахнет. Но эта одушка только в самой шайбочке. При нанесении, конечно же, этот аромат улетучивается. Бронзер очень пигментированный, но при этом он хорошо тушуется. И вы не наставите никогда этим бронзером пятен. Моей кожи с желтым подтоном придает правильный такой вот золотистый оттенок загара. Не знаю, как насчет девчонок с розовым подтоном кожи. Но я думаю, что для белоснежных, наверное, подойдет оттенок 100. Но так как у меня тон кожи средний, я брала себе 200. Вот для тех, у кого тон кожи средний и немножечко с желтым подтоном, это просто идеальный бронзер. Сейчас зимой он не очень смотрится органично на моей коже, если только я не сделаю тональную основу потемнее, если не нанесу тональную основу потемнее. А так, лето-осень, когда еще остатки загара есть на коже, это просто идеальный бронзер. Приобрела я его не так давно, мне кажется, летом, поэтому я с удовольствием им пользовалась. Летом заканчивала осень этим бронзером. Несмотря на тестирование все мои, тоже тянулась рука постоянно к этому бронзеру, потому что действительно очень классный. И даже да, он переплюнул мои любимые бронзеры от Physicians Formula. У меня, мне кажется, все оттенки, все вариации бронзеров от Physicians Formula. Но вот этим товарищем я хотела пользоваться постоянно. А Physicians Formula, несмотря на то, что были у меня в косметичке месяца, лежали, нервно курили в сторонке. Дальше у меня в категории идут хайлайтеры. И здесь у меня будет аж три хайлайтера и один полухайлайтер. Наконец-то, наконец-то я приобрела себе этот знаменитый запеченный хайлайтер от Elf Moonlight Pearls. Если бы я всем своим хайлайтерам устроила конкурс, то в номинации «Самое нежное сияние» этот товарищ бы бесспорно занял первое место. Я вообще в целом не люблю запеченную формулу теней, хайлайтеров, потому что очень часто она получается очень жесткая. Продукты получаются такими каменными, жесткими. И набрать ни пальцем, ни кисточкой продукт мне не удается. Этот хайлайтер, несмотря на то, что у него такая формула, он достаточно рыхлый. То есть его хорошо набирать кисточкой, точно так же он хорошо набирается и пальчиком. Очень мягкая формула, работает с кисточками как с натуральным, так и с искусственным ворсом. По оттенку он нейтральный. Совсем не Moonlight Pearls. На моей коже с желтым подтоном сидит очень органично, смотрится, не выбеливает мне щеки, как это делают очень часто другие хайлайтеры, нейтральные или более холодные. Мне кажется, этот хайлайтер с бородой, он уже несколько лет точно на косметическом рынке, но наконец-то я его приобрела. Не жалею, очень бюджетный. Сейчас он, кстати, есть на iHerb. Если вы ищете что-то для дневных макияжей, обязательно посмотрите вот этого товарища от Elf Moonlight Pearls. Очень осталось им довольна. Сколько раз я уже очень сказала? Суперский хайлайтер. Очень осталось им довольна. Дальше идет тоже хайлайтер, тоже в запеченной формуле, и тоже с iHerb. И тоже мне очень-очень понравился. Я ничего не пробовала от этого бренда. Это самый первый продукт, который я пробовала. Это J-Cat Beauty You Glow Girl Highlighter в оттенке 102 Twill Light. Был он одно время с очень хорошей скидкой на iHerb. Я не устояла и взяла, потому что я очень люблю такие нежные, золотистые цвета шампанского, теплого шампанского хайлайтеры. И я в нем абсолютно не разочаровалась. У него настолько мягчайшая формула. Посмотрите, какой он красивый. Вот он не желтый, не золотой, но вот именно теплый-теплый, как брызги шампанского. Но по-другому не сказать. Я не знаю, как он будет смотреться на девчонках, у которых холодный подтон кожи. Но вот мне с теплым подтоном кожи, на мне он просто сидит идеально. Он уже более интенсивный. Если от Elf это такое нежнейшее сияние, то сияние от J-Cat Beauty уже будет более таким явно выраженным. В дневных макияжах им нужно пользоваться дозированным. Давно я искала себе такой вот теплый хайлайтер, который и не будет желтить, и в то же время будет придавать такое красивое теплое свечение моей коже. Шикарный хайлайтер, кстати, тоже на бюджетной стороне. У J-Cat Beauty очень много разных оттенков есть, но там есть и холодные, есть более нейтральные. Если вам нравится такое вот, посмотрите, на iHerb они еще есть в наличии. Не знаю, есть ли со скидкой, но в наличии они точно есть. Я недавно видела. Этот год был очень-очень рыбный на теплой хайлайтере, и у меня появился хайлайтер от Maybelline Master Chrome в оттенке 100 Molten Gold. Это уже прессованный продукт идет. Свечение у него более нежное, чем у J-Cat Beauty. Тот очень интенсивный. Но вот этот самый желтый. Вот даже я заметила, что на моих скулах он достаточно такой желтый. Поэтому, если вы любите теплые-теплые хайлайтеры, этот вам хайлайтер тоже понравится, потому что качество у него тоже просто суперское. Люблю все теплые хайлайтеры, поэтому неудивительно, что эти хайлайтеры стали фаворитами этого года. Кстати, именно этого оттенка очень часто нет в наличии. И совершенно случайно так получилось, что я попала на iHerb на какую-то скидку. Если помните, в ноябре была скидка на все 23% или что-то такое. И он был в стоке, и мне просто-просто повезло. Мало того, что он был в наличии, так плюс я его взяла с хорошей скидкой. Если вам нравятся теплые такие же хайлайтеры, присмотритесь к этому от Master Chrome. Кстати, я слышала, не помню от кого из блогеров, что именно те, которые продаются в Америке, они немножечко отличаются от тех, которые продаются у нас в Европе. Поэтому мне кажется, что на iHerb именно как раз тот вариант, который продается в Америке. Еще удивил меня один продукт, почему я его назвала полухайлайтером. Потому что, в принципе, я брала этот продукт, заказывала на Алиэкспресс как румяна. Это такая вот розовая перламутровая пудра с желтыми блестяшечками. Но на самом деле на Алиэкспресс вообще не было понятно, что это такое. Мне показалось, что это просто такие красивые персиковые румяна. Когда я, конечно же, получила, я поняла, что такими румянами я пользоваться не буду. Потому что я ужасно не люблю блестяшечные, блестящие, сияющие румяна. И вот он лежал у меня какое-то время, мне кажется, где-то с полгода он мне лежал. И не так давно я перебирала свою косметику. По-моему, даже перед последней косметичкой месяца отбирала косметику, которая пойдет на выброс, о которой снять отдельное видео. И думала, что именно этот продукт пойдет в коробку с косметикой на выброс. Но потом думаю, дай-ка я ему дам еще один шанс. Попробовала его, посводчила. И он оказался таким красивым хайлайтером. Это не румяна, это даже не топпер для румян. Это невероятно нежнейший хайлайтер. Я не могу описать этот цвет. Вот знаете, что-то между очень-очень светло-розовым, персико-розовым и золотым. Ой, Аня, оказывается, это отличнейший хайлайтер. Ты хотела его выкинуть последний месяц. Он у меня постоянно на моем макияжном столике. Постоянно хочу им пользоваться. Не знаю, видно или нет, но это такое красивущее свечение. И мне нравится сам цвет, вот этот вот персиково-золотистый. Никогда не выброшу, никогда не выброшу. Теперь он у меня на моем макияжном столике постоянно. И я им пользуюсь как хайлайтером. Очень мне нравится. И иногда я, кстати, даже могу его наносить в дневных макияжах на серединку подвижного века. Тоже очень красиво смотрится. Ну да, здесь написано, что это powder blush. То есть бренд его позиционирует как румяна. Этот хайлайтер. Ну для меня это хайлайтер, а не румяна. Девчонки, напишите мне в комментариях, вы любите матовые румяна или все-таки с сиянием? В свое время вот именно Джеклин Хилл ввела моду на сияющие румяна. Тогда, где-то года 4 назад, было просто повальное поклонение румяном от Милани. Не помню, какое название. Такие розовенькие, золотистые. Которые аналог Нарс Оргазм. И вот именно Джеклин Хилл подсадила весь бьюти мир на вот эти сияющие румяшки. Но я бы очень бы, наверное, и хотела бы пользоваться сияющими румяшками, если бы у меня была сухая кожа. Ну а мы идем дальше. И я потихонечку перехожу к косметике для губ. И дальше у меня помадки от Catrice. Не могу не упомянуть. Это тоже новинка была осени. Full Satin Nude от Catrice. Отличные помады. Мои самые любимые оттенки. Это 010 Full of Braveness и 020 Full of Strength. Мои самые-самые любимые нюды. Очень люблю нюдовые помады. И особенно матовые. Посмотрите, какая прелесть. Вот это вот самый-самый светлый. Мой самый любимый. Мне кажется, если собрать все-все мои помады, я выберу самый светлый. Вот этот вот. Пахнет невкусно. Вообще, последнее время у меня Catrice просто лидирует. В этом году, в 2020-м, я покупала очень часто Catrice. И я не помню, чтобы я осталась чем-то недовольным. Все-таки молодцы, конечно же, Catrice. Молодцы, концерн Коснова. Нравятся они мне. Хотя до этого я не могу сказать, что я прямо очень сильно обращала внимание на эту косметику. Были у меня какие-то единичные продукты. Да, там одна помадка, две. И этот год у меня был очень такой продуктивный с косметикой Catrice. Также очень я люблю Demi Matte помады от Catrice. Тоже они фавориты этого года. Это у меня оттенок 100 Nude Crush Everyday, а есть еще 010. Тоже очень классный. Где-то он у меня лежит. Собиралась снимать видео и не смогла найти. Но я вставлю фотографию, покажу эти помадки. Еще один замечательнейший аромат. И мне кажется, что в бюджетном сегменте на косметическом рынке я бы Catrice Cosmetics поставила все-таки на первое место. Есть еще у меня Golden Rose, любимые помады матовые. Но Catrice в последнее время своими новыми формулами просто рвут косметический рынок. Кстати, вместе с помадами очень часто я пользуюсь вот этими карандашами тоже от Catrice. Это механические карандаши Plumping Lip Liner с мятным маслом. Я тоже говорила о них в своем видео о новинках Catrice. Постоянно ими пользуюсь. Нравится мне формула очень. Конечно же губы они не увеличивают. Но сама формула очень комфортная. Мягкий стержень. В морщинке не западает. Предотвращает растекание помады. Если у меня, к примеру, не матовая помада на губах, а сатиновая или какая-нибудь увлажняющая. Классные карандаши. Кстати, очень красивые оттенки на осень и на зиму. Осень уже закончилась. Но на зиму. Если будут у Catrice еще выходить в этой формуле другие цвета, обязательно буду покупать. А вот что запало мне в этом году из небюджетного сегмента помад. Тоже эти помады лет 5 точно, наверное, на рынке. Это помады от The Balm. Это тот случай, когда помада в продаже на рынке, мне кажется, лет 5 это точно. Ну, года 4. Я не могу сказать 100%, когда начали выпускать эту помаду. Но бум на матовые помады начался года 3-4 назад. Так вот, я попыталась счастья. Если вы смотрите мои видео, вы помните, что я выкинула, к примеру, помады матовые от La Splash. Я попробовала помады от Lime Crime. Они, конечно, не такие ужасные, но они намного уступают этим от The Balm. Если вы хотите себя побаловать, хотите взять что-то вкусненькое для своих губ, попробуйте помады от The Balm, если у вас их еще нет. Совсем недавно мне попался на глаза на сайте Lady Makeup вот такой вот стик от Golden Rose. Prime & Prep Lipstick Base с витамином Е. Я подумала, что это обычный бальзам. Я попробовала его нанести на губы перед макияжем. Боже, какой он сухой. Отложила его и думаю, окей, ладно, когда-нибудь попробую в следующий раз. Потом мне где-то в интернете попался комментарий, что это именно база под матовые помады. Она очень густая и ее перед нанесением нужно разогревать своим дыханием. Да, то есть перед нанесением я на нее подышу, потом наношу на губы и уже потом наношу матовую помаду. Как правило, это в основном жидкие матовые помады. Вот эта штука реально делает ваши губы бархатными. Матовая помада будет держаться на них до последнего, будет сходить с губ очень плавно, будет меньше западать в трещинки губ. Сам производитель заявляет, что эта помада подготавливает и смягчает ваши губы перед нанесением стойких матовых помад, улучшает цвет помады. Я не знаю, как она может улучшать цвет помады. Но то, что она продлевает жизнь вашей матовой помады на ваших губах, это 100%. Я покупала это как баловство, но теперь я пользуюсь этим стиком постоянно. Мне кажется, я упомянула все свои фавориты 2020 года. Если я еще что-то вспомню, обязательно отсниму вторую часть. Ну а сейчас я опять же не буду с вами прощаться. Мы увидимся с вами в следующих моих видео уже очень-очень скоро. Еще раз хочу вам пожелать в 2021 году наверстать все то, что вы упустили в 2020 году. Желаю, чтобы в 2021 году вы оторвались по полной. Чтобы было здоровье, чтобы было много денег, чтобы было много счастья, чтобы были счастливы, здоровы. Вы ваши родные, любимые и близкие. Увидимся уже очень-очень скоро и всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!